В 2017 году в Субсехском сельском округе отремонтировали более 15 километров дорог. На новое покрытие улицы ямочный ремонт ушло порядка тысячи кубометров щебня, а Серебряную в селе Субсех расширили и заасфальтировали. Это позволило и изменить маршрут движения общественного транспорта, сделав его более удобным для жителей. По их же просьбе стало доступнее и ярмарка «Привоз». Ее перенесли на центральную улицу Шевченко и благоустроили территорию. Появились новые тротуары в Субсехе по улице Горького и Суко на переулке Дорожной. Удалось решить многолетнюю проблему подтопления низменных районов путем строительства ливневых канализаций на улицах Шевченко и Зеленые, а на Садовой проведены масштабные работы про счистки ливневок. Отремонтирована дорога, ведущая к детскому саду. Решен ряд проблем в социальной сфере. Строительство КТП и высоковольтной линии по улице Желан и в селе Суко для энергоснабжения будущей котельной. Следующая. Произведена замена водопровода по улице Солнечный, села Большой Утриш. В конце 2017 года была решена одна из важных проблем. Детский сад в селе Субсех наконец-то подключили также к центральной канализации, которого не было на протяжении всего времени. Стоимость работ составила 1 миллион 400 тысяч рублей. Это следствия муниципального образования, которые еще в 2016 году были заложены в бюджет по инициативе наших депутатов. В завершающей стадии находится строительство котельной по улице Желан и села Суко, стоимость которой составила 49 миллионов рублей. Основная часть средств была выделена из бюджета Краснодарского края. В планах продолжить ремонт дорог и тротуаров, строительство детских площадок. В Варваровке будет построена амбулатория при софинансировании частного инвестора. Сейчас идет оформление документации. А в Субсехе и Суко планируется строительство клубов. Отчет главы для селян – это не только возможность узнать о проделанной работе в округе и приоритетных планах на ближайший год, но и получить ответы на личные вопросы. А на них отвечает не только глава, но и специалисты всех профильных управлений городской администрации, а также представители предприятий ЖКХ. И по такой схеме отчеты проходят во всех сельских округах.